Всем привет, с вами канал GameLife. Мне крупно повезло, и компания Zoey прислала мне огромное количество разных девайсов, и про них я вам сегодня и расскажу. Прислали мне их еще месяц назад, и все это время я пользовался ими каждый день на своих стримах, гонял их и износил похлеще, чем многие смогли бы. Начну, пожалуй, с самого интересного, и это клавиатура Zoey Celeritas 2. До этого я пользовался механической клавиатурой, и это же клавиатура оптическая. Механическая клавиатура работает посредством переключателей с металлическими контактами. Оптическая клавиатура работает посредством прерывания инфракрасного контакта, то есть при нажатии кнопки в определенный момент лучик, который установлен на каждой кнопке, просто прерывается и происходит нажатие. Эта схема привлекательна и по всем параметрам. Отсутствие двойных нажатий, более высокая прочность клавиш, меньше шума в комнате и более высокая скорость работы. К этой клавиатуре надо привыкаться, так же как и к любому новому девайсу, однако спустя примерно неделю я перестал вообще ощущать какой-либо дискомфорт и остались целиком и полностью приятные ощущения. Также мне прислали две мышки, ZOE FX1, которые я использую сейчас, и ZOE ZA13. Мышки практически идентичны, за исключением боковых клавиш разной формы. Я использую в повседневной деятельности FX1, так как у меня большая лапа, а эта мышка больше по размеру. Симметричная форма, боковые клавиши на обоих сторонах мыши, переключение DPI снизу, что, кстати говоря, очень удобно и никаких случайных нажатий и смены чувствительности не происходит. Самый кайф в том, что эти мыши представлены в трех размерах каждая и обе симметричны. Неважно, каким вы пользуетесь хватом, неважно, какая рука у вас ведущая, вы всегда сможете подобрать мышку под себя, как, собственно, я подобрал ее для себя. Кстати, моя мышка немного потяжелее, что также мне нравится, люблю тяжелые мыши. Как я уже и говорил, переключатель DPI находится снизу, максимальное значение составляет 3600. Никто никогда в здравомении не пользовался значением выше 2000, так что с этим все отлично. За все время использования ни одного залага, ни одного случайного нажатия и ни одного сбоя, что, кстати говоря, радует, особенно на фоне моих предыдущих мышек, которые я менял каждые несколько месяцев, всем известного вам черно-зеленого бренда. Если вы привыкли к несимметричным мышкам, то, может быть, вам и будет непривычно, но мне зашло, с симметричными мышками вообще не ошибешься. Вместе с мышками я поменял и ковер, опять же, мне прислали две штуки, один более жесткий, другой помягче. Я выбрал более мягкий, так как просто привык и мне больше нравятся мягкие. Размеры довольно большого, 48 на 40 сантиметров. Я всегда любил матерчатые ковры из-за того, что мышка по ним водится гораздо приятнее, нежели по любой другой поверхности, что лично мне дает намного больший комфорт при игре. Мышка никуда не соскальзывает и я полностью чувствую управление. Ну и последний девайс, который многие воспринимают как что-то бесполезное, но это в корне не так. Это держатель для провода Зоу и Кома. Человек, который придумал эту штуку, просто гений, я клянусь вам, это одна из лучших вещей на моем столе. Я много играю каждый день по 6 дней в неделю на стримах. Мой провод от мыши постоянно меня раздражал, я не придавал этому значения на фоне всего остального, но когда я поставил эту штуку на стол, боже, как же я был счастлив. Он ничего не задевает, ни за что не цепляется, у этой штуки также сзади есть крепление, вы просто отмеряете нужную вам длину провода, крепите его и наслаждайтесь тем, что больше не нужно ничего тянуть и подгибать. У меня никогда не было лишних денег на дорогие девайсы, что-то мне присылали, что-то я покупал сам, но для меня всегда покупка чего-то нового сопровождалась вечной экономией. У меня была не самая лучшая механика, самая обычная мышка, не было никакого держателя для провода, я поджимал шнур краем клавиатуры и у меня был самый обычный ковер. Я хочу сказать огромное спасибо Зои за то, что они мне прислали. Держа в руках все эти вещи и используя их в своей повседневной деятельности, я действительно понял, что мне стало гораздо удобнее. Клавиатура нажимается очень приятно, без каких-либо залипаний, случайных нажатий и двойных щелчков. Мышка так вообще приятный софт-тач пластик, удобно лежит в руке, я даже стал забывать, что такое головная боль от постоянных двойных щелчков от залипающих кнопок. Держатель для мыши, ну вы поняли, просто идите и купите. Я гарантирую вам, вы может и мысленно, но скажете мне спасибо за это. А ковер, да просто отличный ковер, мягкий, матерчатый, приятный и большой. Я могу любую из этих вещей рекомендовать вам и порекомендовать в целом этот бренд, потому что я сам выбрал его своим титульным спонсором, я за него ручаюсь и мне не страшно от того, что вам что-то может не понравиться. Только правильно подойдите к вопросу и выберите то, что вам действительно удобно. А все это лично вы можете потрогать и протестировать в демозоне, который уже как месяц работает в магазине ForFrag в Москве, информацию я оставлю в описании под видео. Спасибо вам большое за просмотр, если вам интересно как полностью выглядит мое рабочее место, пишите в комментариях, могу много чего интересного рассказать про систему для стриминга и работу со звуком. А то недавно я обновил и все оборудование для звукозаписи, могу вам похвастаться. Большое вам спасибо еще раз и до следующего видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok